Смена природных циклов или человеческий фактор. Что бы ни было причиной, Байкалу грозит беда. Причем самая опасная – неизвестность, в которой до сих пор пребывают даже ученые. Никто не может объяснить такое явление, как стремительное распространение зелено-синих водорослей на мелководье. Факт обнаружения спирогиры в Баргузинском заповеднике, в районе Довши и до бухты Ая, до Хакус. Где антропогенный фактор сведен к нулю. Там нет людей, нет жилья в этих местах. И ученые тоже предположили, что это может быть какая-то цикличность, и она связана с глобальным потеплением, маловодностью, большим прогревом бухт. На бурятском побережье Байкала построено пять очистных станций. Практически каждый из них требуется реконструкция и смена оборудования. Многие из них построены еще в 70-е годы прошлого века. Качество очистки источных вод крайне неудовлетворительно. Практически ни на одних сооружениях не достигается эффективная очистка источных вод по микробиологическим показателям. Директор очистной станции в поселке Выдрино говорит, что устал от ежегодного банкротства своего предприятия. Денег еле-еле хватает, чтобы свести концы с концами. Ни о какой модернизации здесь даже не думают. Ежемесячная выручка от работы очистных сооружений, от очистки источных вод составляет 180 тысяч рублей в месяц. При этом из этих 180 тысяч рублей в месяц я должен заплатить 120 тысяч рублей за электрическую энергию, которую потребляют воздуходувки. Вот, собственно говоря, остается 60 тысяч, на которые надо заплатить заработную плату, налоги. Отходы многочисленных турбаз практически бесконтрольные. Несмотря на то, что надзорные органы проводят ежемесячные рейды, нарушителей меньше не становится. И это невзирая на серьезные штрафы от 50 тысяч рублей. Кстати, на установку локальной очистной станции нужно примерно 300 тысяч рублей, то есть примерно 6 минимальных штрафов. Существует частное государственное партнерство, то есть республика тоже должна вкладываться в свои турбазы, от которых она получает какой-то доход в виде налогов и так далее. Муниципалитеты тоже что-то получают в виде зарплаты, если люди же живут, наверное, потом туристы деньги оставляют. Помимо недостаточной работы очистных, экологи называют еще одну причину, которая наносит не меньше урон озеру. Это Иркутская ГЭС и Ангарская ТЭЦ. Необходимо углублять водозаборные сооружения предприятий, находящиеся около города Ангарска. Ну, прежде всего, это ТЭЦ-10, который обеспечивает электроэнергией и водой город Ангарск. Если этого не делать, то энергетики вынуждены сбрасывать повышенные сбросы по сравнению с проектами, что приводит к еще большему уменьшению уровня. Необходимо, чтобы собственники этих сооружений углубили эти водозаборы. По законодательству их к этому должен принудить Ростехнадзор и администрация Иркутской области. На основании закона о безопасности гидротехнических сооружений. Однако, несмотря на то, что проблема принимает уже мировой масштаб, чиновники не торопятся ее решать. Ученые написали обращение в прокуратуру Бурятии. Та направила документ иркутской стороне. А оттуда пришел ответ. Основания для прокурорской проверки отсутствуют. А пока чиновники футболят бумажки друг другу, Байкал гибнет. Юлия Пермякова, Вячеслав Батуев, телекомпания АТВ.